На призыв городских властей к диалогу откликнулись не все руководства Адлерского чая и Дагомыс чая проигнорировали приглашение заместителя главы курорта Олега Ясюка. Что касается остальных предприятий, то их цели, как выяснилось в ходе переговоров, полностью совпадают с целями администрации – возродить на курорте утраченные в перестройку традиции чаеводства. Мы говорим о том, что если есть территория, то она не должна быть запущена, она не должна быть пустовой. Ее нужно постоянно обрабатывать, нужно повышать уровень этой территории. Вот основная наша задача. Напомню, на данный момент 70% чайных плантаций находятся в запустении. Из 172 гектаров, которые орендует Мацистинский чай, не используется 137. Такая же ситуация, если не хуже на плантациях других предприятий. Так, в распоряжении компании Дагомыс чай 611 гектаров, заброшено 538. Хоста чай имеет 298. 232 в запустении. Салахаульский чай располагает 126. 69 поросло травой. Шапсукский чай не использует все 110 гектаров, которыми владеет. Такая же ситуация и у Адлерского чая. 89 гектаров и все заброшены. Это данные законодательного собрания Краснодарского края. По словам руководителей предприятий, заросшие плантации им оставила в наследство перестройка. Мы приняли уже в таком состоянии заросшим. Мы приняли. На самом деле. Не мы допустили это. А получилось так, что все-то рухнуло, не было денег, не было рабочих. Была анархия в стране. Кому не нужно. Не нужно никому. Вот сейчас мы пытаемся выкарабкаться. Пытаемся. Не могут выкарабкаться до сих пор некоторые предприятия из болота бюрократической волокиты. Так, шапсукский чай вот уже 10 лет не может добиться перевода земли с федеральной в муниципальную собственность. По словам руководителя предприятия, обрабатывать то, что им не принадлежит, нет смысла. Есть и другие проблемы у чаеводов. Отсутствие рабочих, техники и нехватка перерабатывающих мощностей. Полторы или две тонны получить, и эту массу переработать невозможно теми мощностями, которые сегодня у нас есть. А потому вводить в эксплуатацию все плантации нецелесообразно, считают чаеводы. Заместитель главы Сочи Олег Есюк отметил, что закон в любом случае нарушать нельзя. И предложил совместно решать все эти проблемы. В частности, необходимо разработать четкую программу развития отрасли. В следующий раз власти и чаеводы встретятся непосредственно на чайных плантациях, чтобы говорить уже предметно.